Вице-губернатор Кубани Анна Менькова с рабочим визитом посетила станицу Новодмитриевскую. Первым пунктом стала местная школа номер 36. Уже несколько лет учебное заведение постоянно ремонтируют, приводя его в соответствие с современными стандартами. В 2011-2014 году менялись водопровод и двери. В прошлом году были выделены средства на установку ограждения больше километров по периметру. Были выделены средства на точки роста. У нас две точки роста. Работают кабинеты физики, химии, биологии. В рамках проекта в кабинеты поставили микроскопы, интерактивные доски и лабораторные наборы. Физика, химия и биология – те предметы, которые интереснее всего изучать на практике с помощью опытов и экспериментов. Обновлённые пространства, точки роста помогают заинтересовать школьников учёбой и глубже погрузиться в науку. «Просто так проект «Точка роста» вдруг появился. Это сегодня серьёзное финансирование на федеральном уровне. И задача как раз-таки каждую школу, таких ребят, как вы, которые на себе, у нас растут и образовываются. Привлечь в науку, чтобы вы уже завтра, когда вы встанете на ноги, когда вы будете молодыми людьми, чтобы вы начали разрабатывать идеи и совершать открытия». Не забывают в школе и об общественной деятельности. Для этих целей открыли Центр детских инициатив. «Они сюда приходят, проявляют свою инициативу, разрабатывают разнообразные мероприятия». «Всё вообще суперзамечательно, очень нравится. Я очень восхищена, что именно здесь учусь». Посетили и пищеблог школы, который недавно пополнился новым оборудованием. Питание соответствует всем нормам, а меню согласовано с Роспотребнадзором. На достигнутом Анна Менькова посоветовала не останавливаться и начать благоустраивать территорию двора, где необходимо оборудовать спортивную площадку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова